К Дню Победы все готово. 9 мая и накануне в Республике в честь ветеранов будут давать концерты, проводить выставки, а на Красной площади Чебоксар создадут атмосферу 40-х годов. Сегодня члены Оргкомитета по проведению праздничных мероприятий собрались на очередное заседание. Изюминкой праздничных мероприятий станет военный парад. В нем примут участие более 1200 человек и 50 единиц спецтехники. А завершится торжественный марш выступлением парашютистов. Репетиции уже начались, и за этого на протяжении нескольких дней на несколько часов будут перекрывать часть президентского бульвара. Но военкомат отмечает, что горожане к этим мерам относятся с пониманием, а некоторые предприниматели и вовсе предлагают свою помощь, предоставляют форму и технику. В этом году на параде будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Оргкомитет принял решение ограничить количество фотографов, в котором разрешено выходить на оцепление. Опыт прошлых лет показывает, что во время парада в зону для прохождения пеших колонн и автомобилей попадает большое количество людей с камерами. Они мешают не только ветеранам, но и работе телевизионных операторов. Может быть, возможно рассмотреть место их пребывания на подиуме, которое освободится после проведения митинга. И чтобы за пределы этого подиума они не выходили. В честь ветеранов в этом году проведут большое количество концертов и даже на дому. В Чебоксарах помимо традиционных мероприятий в День Победы на улицах появится сцена на колесах. Артисты будут останавливаться в самых оживленных местах и исполнять фронтовые песни. Многолюдно 9 мая будет и на заливе. Для ветеранов откроется полевая кухня и даже дискотеки под открытым небом. Исполнять музыку на этих площадках будет и духовой оркестр. Состоится и уже традиционная акция «Свеча памяти». Мы предполагаем, что уже более 6 тысяч человек придет поучаствовать в этой акции. Потому что она настолько настоящая, что с каждым годом количество людей, принимающих участие, возрастает. И все уже приходит и с детьми, и с семьями.